МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. И снова все горело. В эти выходные в Рязани случилось сразу несколько крупных пожаров. Эх, Паша, Паша, полицейские нашли таинственного поджигателя. Автомобилей, который затерроризировал всю столицу области. Хрустальная катана. Рязанские каратисты привезли высокие призы с престижного турнира Кубок Содружества. А теперь обо всем подробнее. В эти выходные Рязань опять задымилась. Сразу несколько серьезных пожаров буквально опалили наш город. Горел торговый центр Лань, если кто не знает, то это на Фирсово-26. По данным МЧС, огонь запылал почти в полдень. А в субботу вечером загорелся еще мебельный склад. Горел в этот день и деревянный дом на Есенина. Обо всем подробнее и в картинках рассказывает Оксана Тебенихина. Казалось, что пожароопасный период в наших краях закончился еще в сентябре. Но не тут-то было. Сотрудники МЧС не знают покоя ни днем, ни ночью. Домовые завесы начались 21 ноября с пожара на торговом складе строительного магазина «Апельсин». Черный дым был виден практически из всех районов города. На место возгорания прибыло 7 единиц специальной техники и 19 человек личного состава противопожарной службы. 300 квадратных метров, затронутые пожаром, были потушены в считанные минуты. Причины устанавливаются. Далее. 23 ноября в субботу на пересечении улиц Затинной и Есенина произошло возгорание нежилого деревянного дома. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки и припаркованные автомобили. В Тушине принимали участие 7 спецмашин и 21 человек. Пострадавших нет, причин возгорания и ущерб устанавливаются. Вечером того же дня произошел пожар на другом складе стройматериалов, который находится на 197-м километре окружной дороги. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. И в завершении огненной эпопеи выходных, в воскресенье 24 ноября, в центре города произошел пожар в торговом центре «Лань». Спасали его 31 человек на 14 пожарных машинах. Из здания эвакуировали 120 человек. Никто не пострадал. Странно это все, конечно. Следствие ведет проверку. Мы не будем озвучивать взятые с главы предположения. Тем не менее, за минувшую неделю пострадали три крупных предприятия. Лишь благодаря бдительности и ответственности граждан пожары удалось ликвидировать до того, как они смогли нанести еще больше ущерб, а то и привести к трагедии. Причину пожаров выясняют ученые мужи из состава специалистов-огнеборцев. В народе вспыхнули слухи о таком огненном вхождении на рязанский рынок очередного мебельного гиганта. Но, разумеется, официальных данных на этот счет никаких нет. Зато про нежилой деревянный дом в районе интенсивных застройок можно смело сказать. Такие избушки у нас обречены на огненную погибель. Живут там люди или нет, все едино. Рано или поздно дом запылает, это уж к гадалке не ходи. Лет пять назад летом деревянные дома в Рязани горели чуть ли не десятками. В 2011-м то и дело пылали домишки на второй линии. Сгорели мешавшие застройщикам хибары на Стройково, на Татарской. Да и где дела обстоят по-другому. Разумеется, не исключен и пресловутый человеческий фактор. Пьянчуги, нелегалы и так далее. Порой обитатели, предназначенных к расселению домов, выдвигают космические требования. Это наш в действительности и по-другому вряд ли уже когда будет. Как правило, официальная причина таких пожаров неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки, а уж что там было доподлинно, как правило, также никто не старается особо распространяться. И до какой-то окончательной истины не докапываться. Зато настоящую сенсацию предъявили сегодня рязанскому миру. Наши полицейские, они обработав оперативные данные, вычислили загадочного поджигателя автомобилей. И злоумышленник бесчинствовал главным образом в песочне. Народу тогда было, ну хоть по ночам дежурят. Машину-то жаль. Но вот попался огненный человек. Некто Паша, 95-го года рождения. Оксана Тебенихина продолжает свою пожарную тему. В последнее время слишком часто в Рязани стали гореть машины. Но теперь поджоги должны прекратиться. Дело в том, что сотрудники полиции поймали некого молодого человека, который, по его же словам, подпалил целых пять автомобилей. А машину-то зачем поджигал? Ну чтобы железо там разное снять с него, там металл вот это все. Проводку медную, может запчасти какие. А много машин поджигал? Пять. А где? Четыре в песочне и одну на солнечной. Ну а ты что снимал? Нет, я ждал пока шуми, их уляжутся вокруг них. Чтобы потом в разный момент приехать, пока их если не сдадут, и отправить их куда нужно. То есть в черме-то хотел? Ну да. Но у тебя так и не получилось? Нет. Кстати, те пять отечественных автомобилей, которые поджег паренек, были настоящими гнилушками. Вопрос, а кто же удосужился спалить остальные приличные иномарки? А их ни много ни мало, больше десятка. Может, как это модно показывать в триллерах, у молодого пиромана Паши есть подражатели? Голливуд, да и только. А ты даже не знаешь, чьи машины? Нет. А вот вообще как ты их выбирал? Да просто, автохлам стоит ржавый, со стеклами побитыми, там, двери открыты. А, ну то есть ты думал, что они никому не достанутся? Ну да. Ничьи? Ну да. Понятно. Так оказалось, на самом деле. Проводились оперативные мероприятия по поиску лица, совершившие данное деяние. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин, который совершил данное деяние. Хорошо, хоть никто не пострадал. Но с чем же борются народные мстители? С неправильной парковкой, хорошими машинами? Этого мы знать не можем. Но как от собственного, так и от общественных предположений открещиваться рано. Как говорится, там разберутся. Такой вот оказался Павел, собиратель цветного металла, сжечь целую машину, чтобы скрутить всякие детальки из цветмета. Ну, широкая душа у паренька, ничего не скажешь. Действовал он прямо в соответствии с поговоркой из пушки по воробьям. Впрочем, полицейскими еще предстоит разобраться в этом деле. Не будем торопить события и навешивать ярлыки. Теперь к спортивным победам. Рязанские молодые бойцы, представляющие региональную федерацию селевого каратэ, привезли в наш город необычную награду. Впервые в каратистском зале Рязани красуется хрустальная катана, завоеванная нашими атлетами на седьмом открытом турнире по каратэ Кубок Содружества. Соревнования проходили в Гусе Хрустальном. Кубок Содружества – это престижные соревнования, на которые региональная федерация каратэ охотно и регулярно вывозит своих бойцов. О статусе турнира говорит и то, что на него приезжают легендарные мастера из Японии. Мы туда привезли свою команду сильнейших и сильнейших. И не только. Также туда ездили ребята, которые занимаются первый год. Решили попробовать себя более высоких турниров, высокого класса. Также получить опыт на данных соревнованиях, потому что спортсмены приезжают не только из России, но бывали такие случаи, когда приезжали даже с Украины, с Франции. На турнире присутствовал комиссар из Японии, знаменитый Сенсеи Танако Токинори. Рязанские спортсмены Федерации стилевого каратэ показали на турнире без привлечения выдающиеся результаты. Высшую награду в разделе формальных упражнений «Кота» среди девушек 17-18 лет привезла в наш город Настя Крикля. Именно в ее спортивной сумке впервые приехала в Рязань хрустальная катана. Я участвовала в категории «Кота» и «Кумите». В «Кота» я одержала победу, завоевав хрустальный меч, а в «Кумите» я стала третьей в категории девушек 16-17 лет. Я демонстрировала «Кота» Джион. Это мастерская кота, считается. Да, это одна из мастерских кота. Долго тренировали его? Да, я отрабатывала его много лет перед тем, как выступить с ними на «Котаме». То есть не сразу поехали на первый год отработки, даже не на второй, а только когда были уверены, что... Да, когда уверены, что смогу его исполнить достойно. Ну, меч стояла перед глазами, когда исполняли как-то? Да, однозначно очень хотелось. И вообще это была мечта. Я не думала. А это второй рязанский каратист, который отстоял честь области на Кубке Содружества. Вы видите, как 10-летний Никита Шумкин выполняет мастерскую «Кота» Джион в зале родного клуба. А в «Гусе Хрустальном» он выходил на татами в свободном поединке. 50 его сверстников пытались оспорить призовые места турнира, но юный рязанский боец в честной схватке победил почти всех соперников и взял серебро Кубка Содружества. Федерация стилевого каратэ региона позиционирует и пропагандирует японское искусство пустой руки как массовый вид спорта. Огромное количество желающих заниматься, от совсем малышей до взрослых спортсменов, свидетельствует, каратэ активно идет, что называется, в народ. Но это не значит, что здесь не взрастают бойцы высокого уровня. Результаты, показанные рязанцами на Кубке Содружества, лишние тому доказательства. Поздравляем! На сегодня все. Хорошего всем начала трудовой недели. Ну и, соответственно, дальнейшего ее продолжения. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин